Добрый день! Целую неделю пригороды Стокгольма были охвачены волнениями. В чем причина беспорядков в одной из самых благополучных стран Европы? Это программа «Геофактор» и в ближайшие 15 минут вас ждут следующие темы. Беспорядки в Швеции. Кто виноват? Политики или эмигранты? Книга о социалистическом прошлом Меркель. Много шума из ничего? Осушение налоговых оазисов. Откажутся ли в Европе от банковской тайны? На прошлой неделе особое внимание было приковано к Швеции. В предместьях Стокгольма и других городов не прекращались поджоги и погромы. Поводом для беспорядков послужила смерть выходца из Португалии. Шведские полицейские застрелили пожилого мужчину. По их словам, он был вооружен мачете и угрожал стражам порядка. Жители эмигрантских кварталов эту версию оспаривают, обвиняя сотрудников полиции в жестокости и расизме. Долгое время Швеция считалась в Европе образцом толерантности и социального благополучия. Что же привело к такой вспышке насилия в этой стране? Когда Дамон Рашти пересматривает кадры последних событий в Швеции, его одолевают злость и печаль одновременно. 33-летний писатель родился в Иране, а вырос в Швеции, на окраине Стокгольма, в, как это сейчас называют, проблемном районе. Дамон видит, как горит квартал, в котором прошло его детство. По правде говоря, дело вовсе не в том, что здесь живут иностранцы. Ведь они живут и в богатых районах Стокгольма. На самом деле вопрос в том, к какому социальному слою эти люди относятся, у кого есть шансы, а у кого их нет. Иностранцы не проблема. Проблема в классовом мышлении. Классовое мышление, по словам Дамона, это стремление отгородиться от окружающих, замкнуться в кругу своих. Писатель считает, что за последние годы это стало в Швеции нормой и привело к беспорядкам. Погромы и поджоги происходили не только в столичных предместьях. В Эребру, всего в 200 километрах на запад от Стокгольма, погромщики побили автомобили. В Упсале агрессивно настроенная молодежь подожгла школу. Но очагом нынешних беспорядков стал небольшой район Хюзбю на окраине столицы. Коэн Сарука тоже живет здесь. Для нее и ее семьи эти мрачные дворики стали чем-то вроде малой родины. Хотя сама Швеция так и не стала для них настоящим домом. Последнее время правительство Швеции сократило расходы на такие социальные проекты, как тот, в котором работает девушка. Политики пустили на самотек процессы в социально неблагополучных районах. Возьмите, к примеру, образование. Почти половина учеников начальной школы у нас в Хюзбю не в состоянии поступить в гимназию. Многие из зачинщиков недавних погромов были безработными. Каждый четвертый молодой человек в Хюзбю нетрудоустроен. Социологи убеждены, залогом успешной интеграции иммигрантов является финансовая независимость. Государственная политика на рынке труда абсолютно не рассчитана на иммигрантов. Пусть это станет для нас сигналом. Ведь всем известно, что в современном обществе ключом ко всему остальному является работа. Сейчас Дамон Рашти живет в престижном районе Стокгольма. Писателю удалось вырваться из бедного квартала его детства. Но он часто навещает старых друзей. В эти неспокойные дни, когда предмести столицы пылали в огне, Дамон тоже ездил в Хюзбю. В 80-х, еще мальчишкой, когда я жил в Хюзбю, настроения здесь были позитивные. Тогда все мы, бежавшие от войны и нищеты, приехали в эту страну, которая нам так много обещала, где можно было мечтать. Сейчас же, когда я еду в Хюзбю, я вижу вокруг лишь угнетенность и депрессию. Куэн Сарука сдаваться не намерена. Несмотря на все сложности, девушка продолжает работать и надеется, что беспорядки станут сигналом для политиков, и они тоже начнут активно действовать. Первая жизнь Ангелы М под таким провокационным названием поступила в продажу эта книга две недели назад и вызвала в Германии огромный резонанс. Уже в третий раз Ангела Меркель борется за пост канцлера ФРГ. В предвыборный период книги они исходят будто с конвейера. Только за последний год их было издано уже пять. Авторы упорно стараются разгадать тайну самой влиятельной женщины мира. Вот этот труд должен был стать разоблачением канцлера, которое якобы симпатизировало социалистическому режиму. Главный аргумент то, что ученый-физик Меркель не только проявляла лояльность ГДРовской системе, но и была активисткой молодежной организации, очень напоминавшей советский комсомол. Стала ли эта книга действительно сенсационным разоблачением канцлера Меркель в нашем следующем сюжете Катерины Ивановой и Сильвии Вассерман. Сильная и влиятельная. Такой ее знает весь мир, но какая она на самом деле? Точнее, какой была Ангела Меркель в прошлом, до объединения страны? Меркель с ее ГДРовским прошлым все еще остается немного загадкой, особенно для жителей Западной Германии. Социалистическое прошлое канцлера – благодатная почва для спекуляций. Они обострились после того, как в Германии вышла нашумевшая книга «Первая жизнь Ангелы М». Она посвящена жизни Ангела Меркель в ГДР. Авторы – журналисты Гюнтер Лахман и Ральф Георг Ройд – представили канцлера рьяным служителям социалистического режима. Меркель остается невозмутимой и отправляется на презентацию любимого фильма. Кстати, тоже времен ГДР. Культовый в те времена фильм «Легенда о Пауле и Пауле» рассказывает историю любви и поиска счастья в ГДР, о попытках приспособиться к существующим обстоятельствам. Когда же после показа пришло время задавать вопросы, не обошлось и без вопроса о прошлом Ангелы Меркель. Хотела ли она сохранить его втайне? Она не рассказала нам того, она не рассказала нам этого. Я даже не знаю, может быть, я еще чего-то не рассказала. Просто потому, что никто меня об этом еще не спрашивал. Вот как сейчас, например, в случае с профсоюзом. Да, я была членом объединения свободных немецких профсоюзов. Заодно могу сознаться, хотя меня об этом никто не спрашивал, что я была членом общества дружбы СССР и ГДР. Ну вот, теперь вы знаете все. На интернет-страничке Ангела Меркель можно увидеть ее детскую фотографию. Дочь лютеранского священника Хорста Каснера выросла в тихом восточно-германском городке Темплин. Родители Меркель переехали сюда из Гамбурга вскоре после рождения дочери в 1954 году. Здесь же способная ученица и отличница Ангела вступает в союз свободной немецкой молодежи, ГДРовский эквивалент советского комсомола. Критики и в этом видят пособничество диктатуре, хотя членами молодежной организации тогда становились 95 процентов восточных немцев. Без этого о карьере в социалистической ГДР можно было и не мечтать, тем более дочери священника. Членство в союзе свободной немецкой молодежи и общественная деятельность тогда были едва ли не принудительными для тех, кто собирался поступать в вуз и строить научную карьеру. Этого невозможно было избежать. Это было своего рода минимальным условием. В восточном Берлине Меркель работает в Академии наук ГДР и защищает кандидатскую диссертацию по физике. Для этого ей пришлось принять предложение работать на общественных началах при Академии наук в ячейке Союза свободной немецкой молодежи с секретарем по агитации и пропаганде. Решение вполне понятное для восточных немцев. Это сейчас у вас есть возможность выбирать, сказать да или нет. А тогда, сказав нет, вы сразу становились подозрительной личностью. И тогда будьте готовы к тому, что вам постоянно нужно будет объяснять и оправдываться, почему в ответ на такое предложение вы сказали нет. И многие просто шли по пути наименьшего сопротивления. Лучше согласиться и жить спокойно с системой, чем отказаться и напроситься на неприятности. Для западного немца членство в Союзе свободной немецкой молодежи, а уж тем более работа в секретариате по агитации и пропаганде звучит жутко. Была ли Меркель активной сторонницей социалистического режима? Нет, конечно. А вообще это называется много шума из ничего. Меркель никогда не скрывала, что на общественных началах работала секретарем по агитации и пропаганде в ячейке Союза свободной немецкой молодежи. Звучит, конечно, пафосно, но по факту вся деятельность сводилась к развешиванию стен газет и размещению объявлений. Как и миллионы жителей ГДР, Ангела Меркель жила в условиях существующей системы и вынуждена была к ней приспосабливаться. Но не убежденной ее сторонницей, не борцом против режима, она, похоже, никогда не была. Ангела Каснер из бывшей ГДР сегодня канцлер объединенной Германии. Она не скрывает, что в прошлом была секретарем комсомольской организации, но утверждает, что отвечала за культурные мероприятия и никакой пропаганды не вела. Речь идет о моих воспоминаниях. И если сейчас выяснится что-то еще, я это переживу. Для меня важно одно, я никогда ничего не утаивала. Немецкие депутаты оказались в данной ситуации едины как никогда. Ангела Меркель – честный и порядочный человек. Похоже, новая биография не навредила имиджу канцлера. Возможно, Меркель даже выиграет. За нее могут проголосовать больше восточных немцев. Люди подумают, она же одна из нас. А до сих пор ее воспринимали скорее как выскочку, перебежчицу, как западного политика. Человека, который быстро приспособился. Сейчас многие восточные немцы думают, она своя. Ну или, по крайней мере, была ею. ГДРовское прошлое Меркель – тема весьма пикантная, особенно в предвыборный период. Ведь ангела Меркель, выросшая в ГДР, стала канцлером всех немцев. На этом посту она хочет остаться и после выборов. Банковская тайна. Благодаря ей в Европе долгое время налоговые уклонисты могли спать относительно спокойно. А вот европейским политикам банковская тайна мешает спать очень давно. И понять их можно. Две трети доходов, налоги с которых не были уплачены, спрятаны именно в европейских офшорах. Ну а налоговым раем может быть не только экзотический остров, но и тихая альпийская деревушка, например, приграничная австрийская деревня Юнгхольц. Говорят, что еще до введения евро немцы под видом грибников и охотников устремлялись туда, чтобы спрятать от налоговиков свои неофициальные доходы. Деревушка Юнгхольц. Площадь 7 квадратных километров. Административно это часть Австрии. Но попасть сюда можно только через территорию Германии. Юнгхольц – это почти эксклав. С территории остальной Австрии деревня соприкасается лишь в одной точке, да и то в высокогорье. Сегодня здесь живут всего 300 человек. Нет ни магазина, ни даже булочной. Зато есть целых три австрийских банка. Здесь хранятся примерно 4 миллиарда евро. Это очень много. 99 процентов денег приходится на вкладчиков из Германии. В основном это незадекларированные доходы. Информацию о вкладчиках банки не разглашают. Общаться со СМИ отказываются. Чтобы открыть здесь счет, нужно иметь как минимум 50 тысяч евро. У клиентов не требуют паспорт. Достаточно отпечатка пальца. Контроля на границе с Германией в Юнгхольце не было. Даже до присоединения обеих стран к Шенгену. И до перехода на евро в качестве местной валюты использовалась немецкая марка, а не австрийский шиллинг. Поэтому состоятельные жители ФРГ могли без всяких проблем вносить крупные суммы на счет в местном банке и не сообщать о доходах в немецкую финноинспекцию. Информации о вкладчиках Австрия, соседней Германии до сих пор не делится. А это уже Лихтенштейн. Крошечное государство, расположенное между Австрией и Швейцарией. Рай для любителей горных ландшафтов и налоговых уклонистов. Те, кто выводит в Лихтенштейн незаконно нажитые капиталы, до сих пор чувствовали себя в безопасности. Ведь страна тоже гарантирует иностранцам сохранение банковской тайны. Пока гарантирует. Евросоюз выступает за присоединение Лихтенштейна к системе автоматического обмена банковскими данными. Лихтенштейн не главный европейский оазис для налоговых уклонистов. Сохранение банковской тайны гарантируют две страны ЕС, Люксембург и уже упомянутая Австрия. А среди государств, не входящих в Евросоюз, это прежде всего Швейцария. Правительства этих стран до недавнего времени отвергали требования Евросоюза сделать свои банковские системы более прозрачными. Однако рано или поздно им, судя по всему, придется пойти на уступки. На майском саммите ЕС в Брюсселе было принято решение об усилении борьбы с налоговыми уклонистами. Это понятно. Из-за них ЕС каждый год теряет около триллиона евро. Триллион евро — это сумма, сравнима с ВВП Испании или семилетним бюджетом Евросоюза. Поэтому действительно важно решить этот вопрос. Люксембург, хотя и с большими оговорками, проявил готовность к обмену сведениями о доходах, которые получили граждане других стран ЕС со вкладов в местных банках. Под давлением соседей и Австрия дала понять, что может пойти на аналогичный шаг. Ошиблись те, кто надеялся, что мы будем долго спорить и что мошенничать с налогами будет по-прежнему Деревни Юнгхольц ожидают нелегкие времена. Это хорошо понимают и местные жители. Сделав ставку на финансовый сектор, Юнгхольц отказался от развития туризма. Два крупных отеля, которые были в деревне, закрылись. А скоро могут исчезнуть и банки, если Австрия действительно договорится об обмене информации о вкладчиках из других стран ЕС. Но бояться этого нужно прежде всего жителям Евросоюза. Налоговым уклонистам, которые не являются гражданами ЕС, банковская тайна в большинстве случаев по-прежнему обеспечена. Ну а у граждан ЕС, задолжавших государство до конца года, еще есть время явиться с повинной. Конечно, им надо будет заплатить налоги и штраф, зато удастся избежать более сурового наказания. Подробнее о борьбе с налоговыми уклонистами и других аспектах жизни в Германии и странах Евросоюза читайте на сайте ДВ в интернете. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова